Смотреть на лошадей можно бесконечно. Эти умные и добрые животные всегда были хорошими друзьями человеку и верными помощниками. В конном клубе «Реванш» лошади – члены большой и дружной семьи. Первых питомцев привезли с Карачаева-Черкесии 15 лет назад. В клубе сразу выбрали два направления – разведение породистых лошадей и спорт. Карачаевская лошадь больше подходит для любителей конной пробеги, а нам хотелось больше, нам хотелось спорта. Поэтому мы взяли производителя, и три года он у нас тут продуцировал, так сказать. Мы получили от него жеребят. Продают лошадей только в хорошие руки. Например, этой лошадке, очень похожей на арабского скакуна, уже нашли новых хозяев. Сейчас в «Реванше» 30 лошадей и два пони. Особая гордость – вот этот жеребец-производитель. Хотя он жеребец, но он такой не злобный. Он довольно дружелюбный и не агрессивный другим лошадям. А вот сейчас он что демонстрирует? Это он увидел других лошадей и просто решил показать, что я здесь большой главный жеребец. Какой я красивый, посмотрите. И все мне должны бояться, да? А еще в «Реванше» на коне может прокатиться каждый желающий. География велика. Про местных скакунов знают и в России, и в Германии, и даже в Испании. Теперь про них знает и деревенька. Поехали! Пока мы пытались подружиться с Апалом, так зовут этого коня. По соседству Маша учила улыбаться Бэтмена. Улыбнись. Это называется лошадинная улыбка? Да. Это типа того. А как ты его учила улыбаться? Ну, получается, сначала вкусняшку конь берешь, потом щелкаешь ему, чтобы он припомнил губу, и хвалишь за это. И так повторяем, повторяем, и в итоге начинает сам понимать. Маша в реванше занимается уже пять лет, а вот Бэтмен новичок, потому пока эта пара друг к другу привыкает. С ним раньше была одна хозяйка, а теперь получается другая. И он не привык еще, и поэтому, кажется, характер вредничает, проверяет. Ну, вообще, добрый, послушный, хороший конь. Лошадка, как вы поняли, с характером любит похитрить, и все же элемент выполняет на ура. Вырос на конюшне – это про Женю. Неудивительно, что на лошадь он впервые сел в полтора года. Юный наездник, пусть и немногословен, но охотно демонстрирует нам свое умение держаться на лошади без седла и уездечки. Что же так сплотило Женю и опало? Доверие. Друзья? Да. Глядя на этого девятилетнего мальчика, верится, что в будущем он и продолжит дело своих родителей. Я 15 лет как-то отдала этому своему делу, и хотелось бы, чтобы это продолжил, ну, если не мой сын, то кто-то другой, но хотелось бы, чтобы это было. Потому что я вижу в нем себя вот просто. А любовь к лошади, она, как вам сказать, ну, это от Бога, что ли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok